Друзья, всем огромный привет! Я рада вас приветствовать на своем канале Дача в Снегирях, город Новосибирск. Меня зовут Ирина. И сегодня хочу показать вам семена овощей, которые я купила на следующее лето и которые каждый год выращиваю на своем участке. Овощей я выращиваю не очень много, потому что у нас маленькая семья и в таком количестве нам просто не нужно. И еще покажу вам небольшой обзор того, что я посеяла уже, посеяла 10 декабря и покажу, что я решила вырастить коллизию чуть попозже. Из черенков и покажу, в каком она у меня виде сейчас. Ну что, приступим. Хочу показать вам семена перцев, которые я купила на следующее лето. Вот такой красивый перец, сладкий, Dolce de España, от биотехники. Надеюсь, он порадует меня своим урожаем. Сорт с огромными и красивыми плодами, отличный вкус и прекрасный перечный аромат. Не прихотлив, не требует формирования. В общем, вот такой перец Dolce de España, от биотехники, буду выращивать на следующий год. Еще вот такой перец красивый меня заинтересовал. Кто выращивал перец сладкий, черный, маркони. Плоды необычного, действительно черного окраса, яркий перечный вкус плодов, сладко-пряный. Не прихотлив, выращивание могут возделываться как в открытом, так и в защищенном грунте. В общем, вот такой перчик, черный маркони, моей коллекции семян. И еще от биотехники, перец сладкий, Santiago F1, новый гибрид с огромными плодами. В общем, вот такой красавчик, Santiago F1 от биотехники. Так, и еще в моей коллекции перцев мы очень любим острый перец. Я каждый год его выращиваю в большом количестве, замораживаю. Хотела посушить, но не получилось. Вот такой перец острый Blade F1. Семена японской фирмы Sakato. Здесь 5 штук семян. В общем, он раннеспелый. Вот такой перчик. Blade F1 от Prestige семена. Так, еще. Хочу показать вам. Каждый год я сею редис. Мы на дачу приезжаем где-то в середине апреля. И сею его в своей поликарбонатной теплице. До того момента, как высаживаю томаты и перцы с огурцами. В общем, вот такой редис. Мидуэй F1 я выращиваю всегда в теплице. Всегда беру гибриды, потому что всегда хорошая схожесть, отличный урожай. Ботва небольшая у этого редиса. Он очень сладкий. Нет пустот, нет горечи. Ну, в общем, вот такой редис мне очень нравится. Каждый год его покупаю. И еще от знаменитого партнера. Также Дуся F1. Очень классный редис. Ну, я покупаю те семена редиса, которые нравятся мне. Ни в коем случае не рекламирую ни производителя. Не настаиваю на покупке тех или иных семян. Ну, я купила то, что мне нравится. Вот такой редис Дуся. Очень урожайный. В общем, вот таких два вида редиса буду выращивать у себя на даче. Так, еще что. Выращиваю немного свеклы на своем дачном участке. Также беру гибриды. Это Бора F1 и Родена F1. И выращиваю, опять же, немного, несколько кустиков. Вот такой капусты брокколи F1 Green Magic. Очень урожайный. Хороший сорт. Мне очень нравится. И вот такая свекла. Родена F1 и Бора F1. Так, еще что. Каждый год выращивают цукини. Цукини. Очень мы их любим. И выращивают цукини именно гибриды. Потому что это очень хороший и стабильный урожай. Урожаев всегда много. Я выращиваю рассадным способом цукини. Сею где-то примерно 10-15 мая. И уже в высадке в грунт. У меня достаточно взрослые растения. И очень рано начинают плодоносить. И, в общем, мой любимый кабачок цукини. Это кандела. Гибрид. Очень мне он нравится. Не знаю. Каждый год покупаю. Вот такой. F1 кандела. Ну, вот этот пакетик я в этом году купила. А здесь, видите, заклеенные семена. Я покупала в том году. В общем, выращиваю вот такой кабачок. Очень мне нравится. И знаменитый кавили. Также гибрид. Он ультраранний. Очень вкусные плоды у этого кабачка. Очень урожайный. То есть, мне очень нравится выращивать такие кабачки. Вот у меня тут открытый пакетик. В общем, каждый год выращиваю на своем участке. И купила вот такой патиссончик Sunny Delight F1. Так, для разнообразия. Когда такие овощи яркого цвета поднимают настроение. В общем, буду выращивать на своем участке такой патиссончик Sunny Delight F1. Про огурчики. Опять же повторяюсь, что покупаю всегда гибриды портенокорпического типа. Это всегда стабильный урожай. Долгое плодоношение этих огурчиков. Выращиваю в тепличке своей. Всегда стараюсь формировать. Но, опять же, как успеваю. В один стебель. Стабильный. Большой урожай. Люблю вот такие огурчики. Гладкоплодные. Удалые молодцы. Вот здесь у меня скрыт пакетик. Я выращивала в этом году. Очень хороший огурчик. Не перерастает. Сладкий. Тонкая кожура. Нет никакой горечи. В общем, для салатов самое оно и то. Вот такие огурчики детвора F1 от Элиты. Опять же повторюсь. Ультраральный высокоурожайный портенокорпический гибрид. Первые огурчики снимаю через 40-44 дня. Огурчики я также выращиваю рассадным способом. Сею 10-15 мая. Ну, в зависимости какая погода. И выращиваю в своей поликарбонатной тепличке. Вот такой сам самыч. F1. Также ранеспелый портенокорпический гибрид. И где-то через год, наверное, в зависимости от настроения, покупаю. От знаменитого партнера. Герольт. Мне очень нравится. Портенокорпический F1. Гибрид. Ранеспелый. От всходов до начала сбора. 40-42 дня. Напомню, что мне очень нравятся гладкоплодные огурчики. Это вот для еды я выращиваю. Ну, вот такие с шипами для засолки, для малосольных огурчиков мы очень любим. И, ну, где-то примерно через год, ну, в зависимости, я говорю, от настроения. Практически через год покупаю вот огурец бинго. Очень высокоурожайный. И платоши. F1. Все это гибриды. Ранеспелые. Урожайные. Мне очень нравится. Ну, опять же, выбираем то, что кому нравится. Я, в общем, выбираю иногда и партнера. Мне нравится. Так, еще что хотела вам показать. Всегда выращиваю каждый год для своей семьи. У меня и муж, и сын. И я, в том числе, очень любим горошек овощной. Воронежский зеленый, скороспилый, ущельный сорт. Дружное созревание бобов. Вот от элиты. Купила такой горошек. Мы очень любим есть горох. Это, наверное, из детства. И вот такой горошек детский, сладкий, от Гавриш. Белые пакетики. Стоят недорого. В общем, выращиваю вот такой горошек. Так, еще что хотела вам показать. Всегда в моем списке. Это зелень. Я выращиваю ее как и в теплице, так и на грядках. В теплице для раннего сбора, а для... Чуть попозже выращиваю. Вот такой укроп-эллигатор. Опять же, белые пакетики. Очень мне нравится. Хороший урожайный укропчик. Ароматный. Так, еще выращиваю всегда базилик. Очень нравится базилик выращивать. Для разнообразия покупаю вот такой пурпурный салют. Либо зеленый базилик. Для таких восточных блюд, особенно в дачный сезон, они популярны. Плов, лагман, шурпа. Ну, то есть, такая зелень необходима для выращивания. Еще купила вот такую петрушку, кудрявую и обычную, листовую. В общем, в такую зелень люблю выращивать. И также сею кориандр. Кинза. По-простому называется. В общем, кинзу, наверное, за сезон раза присею. Первый раз в теплице, потом на грядке и потом опять в теплице. В общем, получается, три раза за сезон, за летний, я сею кориандр. В моей семье мы его очень любим. Опять же, добавляю в салат, в какие-то восточные блюда. Очень нравится. Каждый год выращиваю. Вот. Это те овощи и зелень, которые я выращиваю каждый год на своем дачном участке. Ну, я выращиваю то, что нужно мне. Поэтому нам достаточно этого всего, что я покупаю. Какие семена покупаю, достаточно хороший урожай собираем. Ну, я говорю, у нас небольшая семья, и поэтому вот этого количества семян овощей нам предостаточно. Ну что, друзья, еще хочу показать вам. В этом году я решила попробовать вырастить коллизию. Покупала недорогие черенки, начеренковала. И, в общем, вот такие растения я покупала в сентябре. Ну, по-моему, в середине сентября покупала черенки коллизии. Стоят они недорого. По-моему, за 50 рублей покупала вот такую коллизию. И посмотрите, что у меня выросло. Вот такая красотка. Так она мне понравилась. Но хочу ее выращивать именно как однолетнее растение, брать черенки. Хочу вот, чтобы она у меня была на дачном участке. Это вот такая красотка наросла у меня. Конечно, сейчас очень холодно на подоконнике. Я убрала все растения с подоконника, потому что у нас в Новосибирске наступила настоящая сибирская зима. Минус 32, ночами и больше. В общем, дома не очень жарко. Можно сказать, прохладно. Иногда даже включаю обогреватель. И вот, посмотрите, вот такое растение я пересадила вот в такое кашпо. Кашпо покупала на Валберис. Стоит, по-моему, недорого. По-моему, 100 с лишним рублей. Вот такое пластиковое кашпо. И вот такое же растение я пересадила вот в это кашпо. Здесь вот одно растение. Невероятной красоты. Как-то оно мне очень понравилось. И я планирую в дальнейшем его выращивать. Достаточно неврихотливое. Размножается черенками. Очень легко и просто. Я вот срезаю череночки. Просто в землю втыкаю в стаканчик. И она начинает расти. Потому что у нее здесь вот такие небольшие воздушные корешочки. В общем, приживаемость практически стопроцентная. Вот такая красотка у меня выросла. Вот еще хотела вам показать. Тоже заинтересовалась. Так, мне понравилась. Традисканция зебрина. Тоже купила череночки. Вот здесь у меня так раз, два, четыре черенка. Я их подстригла. Когда посадила в горшочек. И вот она у меня дала такие небольшие приросточки. Но опять же, дома не очень тепло. Но пока растет медленно. Очень хочется мне вырастить эту красотку. Вот эта красивая пышная масса, которая нарастает. Посмотрела, как ее выращивают. Очень мне понравилось. Так, еще что я вам хотела показать. Купила вот такой отросточек плектрантуса. Тоже решила попробовать. Так вот он у меня выглядит. Надеюсь, сниму череночки. Ну, это первый мой опыт выращивания таких цветов. Потому что у меня маленькие подоконники и нет места. Сейчас скоро наступает уже прям скоро-скоро сезон посевов. И поэтому, к сожалению, места у меня нет для таких растений. Но решила попробовать. И еще вот такую традисканцию. Тоже череночек. Купила за 50 рублей. Тут уже видны корешки. И вот здесь вот такой листик. Ну, я думаю, что она начала у меня расти. Вот еще хотела вам показать. Мне подарили вот такой колиус. Такой колиус. Мне показалось, что он очень красивый, необычный. Я решила сохранить этот череночек. В общем, здесь вот у него корешочки уже. Так что выращиваю потихоньку. Так, и еще, друзья, что я еще? Я уже посеяла, посеяла в таблеточке вот такую дихондру, серебристый водопад. Семена покупала в начале августа. Семена покупала в начале августа. В ленте была распродажа. И совсем дешево купила семена дихондры изумрудный водопад. Посеяла в таблеточки. Ну, пока всходов нет, потому что посеяла только 10 декабря. Ну, вот здесь вот показываются чуть-чуть белые корешки в таблеточках. В общем, буду ждать всходов. У меня там стоит небольшая лампа. В общем, дихондра у меня находится под лампой. Так, что я еще посеяла? Из новинок. Ну, то есть это первый опыт выращивания. Буду выращивать в этом году плектрантус. Ой, извините, катарантус, пацифика, оранж. Сейчас покажу пакетик. Вот так вот он выглядит. Вот так выглядит пакетик. Решила посеять пораньше. Также у меня стоят под лампой мои контейнеры. Семена были не гранулированные, просто семечки. Семечки довольно крупные, такие черненькие. В общем, посадила. Посеяла, вернее. Вот такой катарантус. Все хвалят. Ну, я решила попробовать. Каждый год стараюсь что-то необычное купить для себя, попробовать. Ну, и уже понимать, стоит выращивать или нет. Так, и еще до этого показывала видеообзор семян цветов. Также новинка для меня. Это кольца олярия. Тоже решила ее посеять пораньше, посмотреть, как вырастет это растение. Стоит ли тратить на него время. Ну, в общем, вот посеяла вот такое кольца олярия. Посеяла также в таблеточке. Семена были гранулированные. Маленькие дрожжи. Ну, вот пока, конечно, никаких всходов. Прошло всего два дня. И также стоят они у меня под лампой. Под фитолампой. Почему так рано решила посеять? Ну, во-первых, стараюсь всегда пораньше посеять те цветы, которые не выращиваю. Никогда не выращивала. Просто интересно, посмотри, как они себя ведут. Справлюсь я с ними или нет. И вы знаете, когда выходишь на улицу, уже видишь, что в окошках уже светят фитолампы. Значит, уже люди что-то выращивают. Мне тоже захотелось пораньше посеять такие неизвестные для меня растения, как кольца олярия, катарантус. Ну, посмотрю, попробую. Ну, естественно, дихондру. Я в этом году сеяла дихондру, серебристый водопад. У меня взошло только одно растение. Конечно, мне удалось его сохранить. Дихондра росла у меня в парничке. На даче в парнике в моем. Я ее начеренковала, пришпиливала плети. И она мне дала несколько растений. Я их привезла домой. Они у меня благополучно росли. Но из-за того, что в квартире, видимо, не живет она. Потому что нужна определенная, скорее всего, температура. И она у меня благополучно засохла, дихондра. В общем, не выжила. Не удалось мне ее сохранить. И вот мой опыт. Второй раз сею дихондру. Надеюсь, что она у меня вырастет. Очень нравится это растение. Хочется его у себя выращивать. Такая красивая. Ну, в общем, друзья, как будут первые всходы, обязательно буду показывать, как что у меня растет. Так что, друзья, вот такой небольшой ролик. Сегодня 12 декабря. На улице минус 32 в Новосибирске. И хочу всех поздравить с праздником День Конституции России. Пожелать вам и вашим близким здоровья. Сейчас такая пора. Все готовятся к Новому году. Всем желаю отличного настроения. Хорошего здоровья. Сейчас хочется покупать подарки, готовиться к Новому году. В общем, желаю всем хорошего настроения. Вот такие мои красотки. Также поднимают мне настроение. Здесь у меня такой Дед Морозик висит. Уже забирается. Забирается. Ну, друзья, всего доброго. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.